Я всех приветствую, братья сталкеры, с вами Димак, и сегодня мы поговорим о топ-5 лучших костюмах в аномалии версии 1.5.0, бета 3.0. Но перед тем как начать говорить о топах, хотелось бы сказать, что в аномалии очень много костюмов, и все эти костюмы разделены на классы. Всего в аномалии три класса, это легкие, средние и тяжелые. Давайте немного поговорим о каждом из классов, и первым классом будет это легкие бронекостюмы. Эти бронекостюмы встречаются почти в самом начале игры, их можно купить у любого торговца, или у торговца той или иной группировки, в которую вы вступили. Ну и естественно этот класс не обладает супер крутыми характеристиками, как например у среднего класса. У него уже попадаются более лучшие костюмы по сравнению с легким классом, но не дотягивающие до топа. Но о среднем классе хотелось бы поговорить немножечко подробно, потому что именно в этом классе есть еще костюмы с замкнутой системой дыхания. Я специально отделил, так сказать, эти костюмы от среднего класса и добавил, ну специальный класс с костюмом с замкнутой системой дыхания. Это будет уже третий класс, и в итоге получается всего 4 класса. В этом видео я поговорю всего лишь о двух классах, это легкие и средние. В следующем видео я уже поговорю о третьем классе и о четвертом классе, о самом наилучшем по моему мнению. Ну и естественно тяжелый класс, там находятся самые лучшие бронекостюмы, ну и получить эти костюмы не так уж и просто. Но об этом в другом видео. Классы мы уже затронули, теперь надо будет поговорить о местах в этих топах. Возьму в пример пятое место легких бронекостюмов. Всего у этого класса 16 костюмов. И на пятом месте может быть находиться два костюма или ни одного. Если же на пятом месте нет ни одного костюма, это означает, что все остальные костюмы, которые не находятся на четвертом, третьем, втором месте, они более-менее, так сказать, равные. Но все остальные места отличаются по некоторым параметрам. Но все же, опираться на 100% вот этого топа я не советую. Может быть процентов 60-70, да, в каком-то случае я буду все-таки прав, что этот костюм лучше того костюма. Но появятся люди, которые любят ту или иную группировку и будут носить костюмы только той группировки, которую они прям очень сильно любят. Так что это дело абсолютно их. Что хотят, то и делают, это их право. Но вроде бы все, что я хотел сказать, я вам сказал, а теперь давайте перейдем к топам. Начну я, пожалуй, с легкого класса. И на пятом месте у нас находятся два бронекостюма. Это легкий комбинезон Искатель и Плащ. Характеристики этих бронекостюмов вы видите на своем экране. На четвертом месте у нас находится легкий комбинезон Скаут. По поводу третьего и второго места я продолжаю сомневаться, потому что на третьем месте находится бронекостюм ЧН-3А, а на втором месте бронекостюм ЧН-2. Выбрать между этими двумя костюмами было не так уж и просто, но я более-менее как-то распределил. И у меня получилось, что ЧН-2 на втором месте, а ЧН-3А на третьем месте. Ну и на первом месте у меня находится бронекостюм Охотник. Ну вот такой вот топ получился у легкого класса. Все характеристики бронекостюмов, как я уже говорил ранее, вы видели у себя на экране. Кому очень интересно, вы можете поставить на паузу и еще раз посмотреть, сравнить. Также я написал группировки, где эти костюмы можно найти. Один из костюмов это легкий комбинезон Искатель. У него указана группировка неизвестная, так что этот бронекостюм можно просто у кого-то купить, у любого торговца. Так что вот так вот с этим бронекостюмом. Ну переходим к среднему классу. У этого класса всего 47 бронекостюмов. И выбрать из 47 топ-5 было не так уж и просто. Но на пятом месте нет ни одного костюма. Все костюмы более-менее подходят для пятого места. Ну есть конечно не очень, но я уже не стал их перечислять, потому что их было очень мало. Количество наверное составляет около 4-5 костюмов. На четвертом месте находится Долговский бронекостюм ПСЗ-3В. Боевая защита. Если я неправильно прочитал название, то извиняюсь, потому что здесь ПС-3 может быть, ЗВ. Ну я не знаю, тут я долго разбирался, так ничего и не нашел. Извиняйте фанаты Долг за то, что неправильно назвал бронекостюм. На третьем месте также расположилась группировка Долг с бронекостюмом ПС-5-2М Витязь. На втором месте расположилась группировка Интернационная Исследовательская группа со своим комбинезоном ИГ-Альтернативный. Ну и на первом месте находится моя любимая группировка, это одиночки со своим бронекостюмом УБК-Р Кочевник. Ну вот в общем-то и все. Кому не понравились мои топы, вы можете написать в комментариях, все спорить. Я всех выслушаю, на ваши комментарии отвечу. Если появятся какие-то вопросы, вы тоже можете написать в комментарии. Если вам понравился этот ролик, прожмите лайк. Если не понравился, поставьте дизлайк, напишите в комментариях, почему он вам не понравился. Ну а следующий ролик про третий и четвертый класс я начну в скором времени делать, но все тоже зависит от вас. Так что обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать ни видео, ни стримы. А с вами был Димак. Всего хорошего, не болейте, берегите себя. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...